Честно говоря, мне трудно понять, почему в медиапространстве, тем более игровом, старательно избегается тема античного периода истории нашей любимой планеты. То ли из-за боязни упустить важную деталь в реализации материальной части тех времён, то ли потому, что возможному потребителю действительно неинтересен период. Оттого затрагивается он лишь некоторыми смельчаками, что могут позволить себе пойти на эксперимент. Но даже если мы отбросим придирки к реальности происходящего на экране, получим десяток другой стратегий, да несколько слэшеров, хоть как-то затрагивающих временной промежуток. И это печально, ведь античность в Риме известна не только всевозможными восстаниями рабов, но и тысячами других военных конфликтов по всему земному шару, что происходили по поводу и без. Собственно, игра, о которой я расскажу, как раз про это. Тайгер Найт Эмпайр Вор представляет из себя сессионный симулятор командира вооружённого отряда времён 200-го года нашей эры, где игроку на выбор предстоит руководить воинами реально существовавших государств — китайских королевств Вэй, Шу и Ву, а в будущем Римской империи — Парфянского и Кушанского царств, целью которых на поле боя будет уничтожение друг друга всевозможными орудиями, типа мечей, топоров, копий и стрел. Конечно, тут всё зависит от режима. На момент снятия ролика в игре было доступно несколько. Обычный деф-матч 16 на 16, PvP 5 на 5 с использованием солдат и PvE-режим с осадой крепости. За участие в них играющего одаривают местной валютой, опытом для персонажей и конкретно использованных солдат, а также ресурсом под названием «Эксплойт», что можно получить за победу в PvE-режиме. Всё это разнообразие нам нужно для развития и покупки шмоток. Собственно, развитие нашего персонажа, который выполняет на поле боя роль командира, проходит несколько непривычно, если отталкиваться от других игр. Весь процесс завязан на изучении и покупке обмундирования для наших отрядов. Допустим, мы побывали в битве, заработали определённое количество опыта и теперь можем потратить его. Система улучшения бойцов многим напомнит World of Tanks. Вот только вместо одной бронированной машины нам предстоит модернизировать экипировку всего отряда сразу, и после накопления достаточного количества опыта разблокировать отряд следующего уровня, параллельно закупая экипировку для воинов и себя лично. Тем не менее, реализовывать преимущество в виде шмоток надо с умом, ведь играющему предстоит управлять не только своим персонажем, но и отрядом воинов. Они представляют из себя личную свиту и выполняют ограниченный набор команд, типа удержания позиции, следования за командиром, атаки в указанном направлении и могут образовывать построения при помощи адъютантов, которых мы можем нанимать перед матчем за местную валюту и очки свободного опыта, называемые престижем. Говоря откровенно, сложно как-то развернуто рассказать про управление солдатами, так как оно ограничено этим самым набором команд и ничего сложного из себя не представляет. С другой стороны, неимоверно радуют виды бойцов и как они сбалансированы. Тут тебе и пехота, конница, стрелки. Каждое подразделение чем-то отличается от, казалось бы, аналогичного из другого государства. Например, у одних акцент строится на тяжелых коннице и пехоте с копьями, у вторых на конных стрелках и пеших арбалетчиках, а третьи сражаются в легких доспехах, выставляя на поле боя лучников да местный аналог берсерков с двуручным оружием, причем прокачав соответствующий вид бойцов, ничто не мешает нам нацепить их экипировку и пойти в бой, совмещая лучшие традиции всех сторон конфликта. Стоит только помнить, что каждая часть обмундирования имеет свои показатели атаки, защиты, а самое главное — веса, что замедляет наше передвижение по карте. Поэтому балансировать собственного персонажа — дело тоже нужное. В дополнении к этому замечу, что покупать экипировку исключительно для персонажа можно и в разрез прокачки бойцов, как я уже говорил, за участие в ПВЕ игрокам выдают эксплойт. Его можно потратить на покупку шмоток для игрока лично. Но говоря откровенно, не стоит сразу выфармливать все имеющееся в ассортименте обмундирования до максимального уровня. Во-первых, это долго. А во-вторых, куда полезнее прокачивать своего перса и бойцов одновременно. Хотя бы для того, чтобы эффективнее выступать на поле боя против других игроков и постепенно повышать уровень сложностей в ПВЕ. Думаю, многие, если не все из смотрящих, выстроили для себя аналогию с Mount & Blade. И не зря. Всё дело в том, что разработчики действительно вдохновлялись трудом своих коллег из TaleWorlds. Как по мне, получилось у них отлично. Стоит только заметить, что в данный момент игра находится на стадии раннего доступа. Именно поэтому в кадре вы не увидели тех же римлян. Да и вообще, многое в ней не готово к окончательному релизу. Взять, к примеру, ту же оптимизацию. Когда количество кадров в секунду смело падает до нуля в масштабных сражениях. Или если вы вдруг окажетесь в котле. Но даже по имеющемуся контенту можно выстроить впечатление. И опять-таки повторюсь, мне всё понравилось. Конечно, хотелось бы больше. И осады масштабнее, и битвы кровавия, и государств на выбор всяких разных. А не только имеющиеся китайские. Тем не менее, Tiger Night появилась в Steam всего месяц назад. А уже успела ворваться в топ-50 самых популярных игр. Что, мягко говоря, круто. Поэтому всем любителям того же Mountain Blade рекомендую хотя бы попробовать. А на этом у меня всё. Встретимся на просторах с topgame.ru. Всех благ. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok